Вчера против ВП на первой карте, и в итоге получилось так, что они проиграли ее, ну, благодаря Рамзесу, который просто-напросто идет и убивает героев с помощью своего лайфстиллера, а также очень быстро пушит линии. Ну и, кстати, Варлок. Интересненько залетает еще своим ультимейтом. Ну, да, как раз против лайфстиллера нужен контроль через БКБ какой-нибудь Ньюби, они прекрасно это понимают, будут сейчас набирать, возможно, даже какую-нибудь нагу придумают на мид или в легкую линию, в принципе, так играли. Нет, Нага находится в бане, заблаговременно об этом позаботились Пейнгейминг, и пока что мне пик Пейн даже нравится чуть больше, чем Ньюби. Играют команды, вообще этот матч очень интересен, потому что тут вообще ничего не ясно. Ньюби сейчас играют на небольшом спаде, Пейнгейминг же, наоборот, на подъеме, и эти ребята действительно готовы выигрывать. Опять же, они очень сильно заряжены энергией, они попали все же на очень серьезный турнир, на серьезный лан. До этого, конечно, выиграли, заняли второе место на WSG. И должны просто рвать и метать, то есть хоть каким-то образом свой регион представлять уже на мейджор-турнирах, ну, хоть какие-то очки себе зарабатывать. Хотя, конечно, с первого по четвертое место очень маловероятно, что эта команда займет, но пройти уже дальше, чем 1-8, 100% нужно пытаться. Ну, при том, что подъем можно назвать у команды Пейнгейминг небольшой. То есть, если смотреть на результаты Ньюби и Пейнгейминг, Ньюби играли два матча и проигрывали вот со счетом 2-1. Ну, вот Пейнгейминг проиграли его 2-0, команде OG и 2-1, они проиграли WP. Но это, конечно, была просто великолепная карта, когда Пейнгейминг, ну, смогли все-таки первый же матч обвить у команды WP первую карту. Ну, то есть, ну, это был шок, конечно. Все думали, блин, вот, бразильцы сейчас покажут, то есть все просто-напросто снесут. Но WP собрались и все-таки взяли вторую и третью карту. Хотя там вот были спорные моменты с Ноу Ваном, когда он делал телепорт. Но, опять же, я думаю, что Роджер в своем интервью уже все об этом рассказал. Ну, что у нас, продолжаются пики. Пейнгейминг забирает себе Андерлорда. И, кстати, у них Андерлорд вроде как неплохо себя чувствует. Винрейт на нем примерно сейчас 50%. У них было две карты, при этом матч они играли еще недавно на ESL. Они тогда выиграли за 20 минут против команды Thunder Predator. Но это все межрегиональные такие войны. И все-таки на таком вот мировом уровне уже, наверное, сложнее будет показать. Но посмотрим. Андерлорд, в принципе, неплохо выглядит. При том, что у команды Ньюби имеется два милишника. Никс Ассасин и Сен Кинг. Ну, и Варлок, в принципе, тоже может попасть. Еще появляется и тролль. Да, тролль Варлорд. Сюда бы еще, возможно, Магнуса какого-то придумать. И комбинация под футалбанды будет очень-очень хорошая. Ну, нужно что-то придумать сейчас в команде Payne Gaming. Чем все же можно будет этого тролль Варлорда, опять же, через БКБ пробивать. Ну, таких героев уже немного осталось. Их уже практически нету метовых. Но нужен команде Payne явно сейчас персонаж именно на мидл линию. Потому что я не думаю, что это Лишрак Корр. Это Лишрак, наверняка, пятая позиция. Кунка четверка. Да, лайфстиллеры, которые отправятся фармить на легкую линию Андерлорд в сложенную. И последний герой. Им требуется именно двоечка. Ну, кстати, как раз команда Payne Gaming играли на Шраке. Играли с Бессмастером, Визажом, Траблейдом и Нагой Сэрон против ВП. Ну, они тогда проиграли за 21 минуту. Ну, не в каждом пике вообще Лишрак. Да, ну, не в каждом пике. Да, они там и на ИСЛ играли буквально 7-8 дней назад. Ну, да, ну, это, в принципе, такие уже старенькие матчи. Но, блин, опять же, они играли в своем регионе. Им говорить об этом так. То есть сейчас, да, может появиться, опять же, неплохая идиллия какая-то с контролем Иршака, Кунки, Андерлордом с его Питов Мэлиас. Ну, посмотрим. Но вот, правда, Андерлорда в последнем патче немного порезали в том, что у него дэмэдж от Файер Шторма теперь не действует на Рошана. И Рошана стало сложнее забирать с этим героем. Вроде он, как орленер, был неплох в файте, в убийстве Рошана. Ну, и, наверное, в пуше, потому что пассивка накапливает дэмэдж, и он просто-напросто идет, и пушит там вышки, бараки и все, что только попадает ему под руки. На Бенце Диспрофит последним баном. В бане также еще и Драгонайт от команды Ньюбей. Нужно придумывать, что же они планируют сами себе брать на миддл-лейн. Потому что противник все еще не открыл свой миддл. И нужно делать что-то, точнее, нужно брать что-то, что будет не настолько сильно подвержено гангам. Там от того же самого Кунки, от Лишерака. Ведь все-таки это дабла суппортов, которая 100% будет выходить на миддл-лейн. Которая 100% будет пытаться создавать движение на карте, давление по всем трем линиям. Ну и может какой-то Андерлорд. Ой, извиняюсь, Андерлорд. Конечно, Аутур Девавр мог бы заехать, но он находится опять же в бане. Гвин оф Пейн появляется. Вот тот самый персонаж, который все же может выходить от вылазок вражеских суппортов. Ну, Квапа. Опять же, чистым дэмэджем сможет пробивать Лайфстилера. Но вот Кунка, вот корабль и все тут. Ну вот честно, слишком живучей будет команда Пейнт Гейминг. Лишрак, ладно, Лишрак будет погибать, но Лайфстилер Андерлорд и Кунка уже неплохо смотрятся против Пиканьюви. Они, в принципе, терпеливые в файте и будут жить достаточно долго. Но, правда, последний Пикан Депейнт еще тоже очень интересен все-таки, куда отправится Лишрак. Потому что Лайфстилер фармит. Кунка вообще может отправиться на мидд, в принципе. Да, Лишрак 100% фармит. Вот еще, извиняюсь, конечно, будет саппортом пятый. Темплар Ассасинт для Вихи на миддл-лейн. Виха уже играл Темпларкой. Темпларку мы с вами видели, если не ошибаюсь, даже на самом Эпицентре. 100% Темплар Ассасинт уже исполняли в первый день Эпицентра. Это были Flight to Moon против Комплексти. И там Темплар Ассасинт против Queen of Painт выиграла линию. Узнаем, что будет в этот раз. Но ставки делать, вот прям так сказать, кто на миде сильнее, Стрепел Си или Виха, ну, слишком сложно. Хотя в матче против Комплексти, конечно, Queen of Painт допускал огромное количество ошибок. Ну, увидим, узнаем. Темплар Ассасинт, соответственно, смотрится неплохо. Примещаемся на карту. Конечно, не пропускаем заставочку из Текена. И матч начинается. Да, матч начинается. Посмотрим, что у нас может сделать тролль Queen of Pain. Ну, контроля вроде у коллектива Pain Gaming достаточно. То есть эти ребята могут действительно хорошо себя показать. Но у Ньюби, если так поглядеть, даже не знаю. Но, опять же, все имеется. И станы, и тролль, который может выформить и выйти в лейт, и Queen of Painт, который, в принципе, очень хорошо будет показывать себя в файте. То есть, пожалуйста, Голем, пожалуйста, Эпицентр, пожалуйста, Соник Вейв. И тогда уже не лишь Рак, не Темплар Ассасин. Если она, конечно, не прожмет тайминга рефракшн и не сможет как-то защититься, она будет погибать. Потому что ХП у нее тоже немного. И, скорее всего, здесь какие-то артефакты защитные. Ну, Блэкинбард точно должен будет появиться. Может быть, сначала собраться какой-то Блинк Даггер. Может быть, собрать себе даже Дезолятор. Потому что Минус Армор здесь тоже неплохо влияет. Будет какой-нибудь Солар Крест Лайфстилера, я думаю, может быть, опять же с Радианцем. Может быть, конечно, мы увидим с вами что-то еще. Ладно. Ну, периодического урона все же у команды Ньюби имеется довольно-таки немало. Что тот же самый Варлок может стянуться на Метал Лейн, откинуться одним Шадоу Вордом и снять рефракшн Темплар Ассасин. Что Квин оф Пейн, конечно, со своим Даггером будет откидываться и постоянно не давать Темплар Ассасин спокойно жить на этой линии. Ну и КП, в конце концов, может расхистовать Эпицентр. Да, большая часть урона, конечно, уйдет рефракшн, но все же спадет он довольно-таки быстро. То есть Темплар Ассасин здесь не бессмертный, не сказать, что это прям суперхороший пик. Но пик очень хорош. У Пейн Гейминг все же физический урон будет превалировать, в то время как у коллектива Ньюби все же все чуточку получше с балансом физического и магического урона. Ну и посмотрим. Посмотрим, кто же все же окажется на этой карте сильнее. Но пока HFM пытается пробивать КБ, танцует, таунты юзают, все этих ребят хорошо. Расходится по линиям, все же Кингер Ди вместе с Тава будет стоять наверху. Это Кунка плюс Андерлорд. Очень неприятная линия, конечно, для Муги, потому что это будет постоянно Торрент, Крест. Если Торрент попадает, то залетает туда еще и Файр Шторм. Муги будет страдать. С другой стороны, настолько ли это будет неприятно, схватит ли Регена у Муги. Вот, полетел Фэр Шторм, полетел Торрент, и, в принципе, Муги отхиливают. Фейд будет пытаться его потихонечку здесь бобеситить. На медл-линии Виха уже просел довольно-таки сильно. Все еще находится под даггером. Кака также подходит, подкидывает свои импейлы. На первом уровне не взял Моноберн. Прекрасно понимает, что против Вихи, это не особо-таки... Точнее, против Темплара Сассина, это не особо-таки хорошая вещь. Ну, вот он, рефракшену как бы был, его нет. Не, ну, почему пригодится в будущем, чтобы на рефракшен-то уже не хватало, чтобы можно было легко добиваться, то, знаешь, опять же, уходит, прожимает какой-то Файр Фэрри Файром, делает, опять же, свои рефракшены и просто живет. Ну, что же, да, на топе, кстати, я заметил, у Тролля тоже имеется два Манго, увеличение Хепаригена у него есть, есть также шесть Тангусов, ну и, конечно же, Варлок, который его поддерживает. Пока что Варлок не играет в какую-то агрессию, он играет все-таки больше на сейв, своего Тролля и помогает ему фармить. Ну, кстати, Андерлорд тут тоже выигрывался, Триманго, Тангусы и, кстати, вот как раз Пейнгейминг, ну и вообще не только они, в последнее время очень любят возвращаться к той старой мете, еще с первой Доты, 2-1-2 линии. То есть в последнее время-то достаточно часто можно было все-таки замечать именно Соло-Хард, Соло-Ми, да, и Трипл-линию куда-нибудь на Изи-Лейне, но здесь получается, что 2-1-2, тут в это время у нас есть небольшие встречи. Кипи и Дастер, правда, здесь есть КК, и вот, кстати, Дастер мог подставиться, если бы пошел бы сейчас на КК, получил бы контроль, и вот сейчас, кстати, его видят, забирает баунти, и вроде как Дастер отсюда уйдет. Ну, блин, все равно тяжело, наверное. Дастер попадает MPL, ну и HFN. HFN уже приходит, начинает рассказывать Ньюбе о том, что не стоит его саппорта трогать, а ну иди сюда. Ну, а Стиля продолжает пока фармить. Ну, а в принципе, по фарму все более-менее ровно. На медл-линии темпларка 8 на 4 идет, та же самая Квиннов Пейн, не то чтобы от нее хоть каким-то образом отстает, там добито, конечно, вот сейчас уже 8 крипов, но тут какие-то такие небольшие различия могут быть только лишь за счет того, что линия подпушена в сторону одного или другого игрока. Первые позиции тоже фармят весьма-весьма хорошо. Ну, 10 крипов пока что там в это время, да, действительно, Никс Ассайсина пытают поймать, пытаются, но кака живет. Все-таки реген ХП на первом уровне Никс Ассайсина очень большой. Сейчас второй левел и целых 5 ХП регена. Без тангусов, без каких-то дополнительных аур, это много. Никс Ассайсин этим и славился, и поэтому очень часто его отправляли на Соло Хартун, то есть может откинуться каким-то MPL, защититься скоропасами и просто-напросто уйти и хилиться. В том-то время на топе у нас сейчас вот Фейт вместе с Муги, начинают разминать Тава, но вроде как... Забрать его здесь Деколема просто нереально. Очень сложно. Контроля абсолютно никакого не имеется, разве что башек будут прокать, ну, до 6 уровня, скажем так, не особо-таки. Я верю в эту возможность. На металлинии потихонечку стянулся Кингарди, будет пытаться сейвить Виху, уже прямо сейчас нужно, потому что работает рефракшн, начинает его пробивать вместе с импейлом, но Стрепл Си... Стрепл Си продолжает получать дэмэдж с пси-блейдов. И вот еще одну тычку, еще бы две тычки, может быть, хватило с рефракшна, и Стрепл Си смогли бы забрать, но Виха не может этого сделать, просто потому что тычки с рефракшна кончились. Ну, там Мокс, кстати, на самом деле, если бы Тарен попал, он попытался бы пробить именно Пси-блейд, чистым дэмэджем, да, и смог бы, наверное, Стрепл Си все-таки добиться, либо оставить ему очень мало ХП, но он хилится, а вот таки остается на линии, Кунка в это время перемещается наверх, там, кстати, внизу и наверху небольшие стычки получаются, Андерлорда очень больно пробивают, есть сейчас еще и Штуворд, но и Никс Ассасин идет дальше, и, похоже, его все-таки смогут забрать, Тава никуда не уйдет. Тава горит. Да, Тава будет умирать 100%, Дастер все же отсюда отходит, но не попадает станом очередной раз. Да, конечно, от Регени здесь хоть каким-то образом своего оффлейнера не получается, и просто, ну, нечем ему Регени, потому что он 100% там умирал, но с танами было бы неплохо Дастеру уже попадать. Видимо, не проснулся парень. Надо раздупляться все же. Первая Best of 3, Best of 3, которая очень важна для команды Pain Gaming. Как минимум две игры им нужно выиграть, а далее же они будут играть с ними с фаворитов группы, поэтому данную карту нужно забирать. Да, нужно постараться, потому что у данных команд очень большие проблемы из-за того, что они находятся сейчас в положении 0-2-0-2. То есть они самые последние, пока что именно они фавориты на вылет и не попадение в плей-офф. Так что что команде Newby, что команде Pain Gaming все-таки стоит поднажать, и Newby могли, в принципе, выиграть, конечно, на предыдущие матчи, но вот чего-то им не хватает, ну, не хватило, и все, вот ничего больше сказать по этой команде пока не получается. Какие-то пики странные, Трабблейды очень часто любят брать, а их просто-напросто сдавят очень быстро, и он просто не успевает нафармить. Кстати, в это время у нас опять Какан начинает тереться возле Вихи, ну, правда, King Berzy тоже находится рядом на подсейве. Ну, Никс Ассасин, кстати, вот, опять же, агрессивно выходит, но варды еще сбивают, неприятный лишь рак здесь же, ну, это все видит прекрасно с Трипл Си, и в итоге очень хорошо уходит под Тайден Тава. Ну, тем более, КК, наверное, не даст его в обиду. Вот, ну, и, слушай, у нас 6 минут, а один фраг в пользу команды Ньюби, и пока что, ну, я бы не сказал, что игра какая-то активная. Пассивный фарм такой. КП поцепили на торрент, будут огромные проблемы, потому что King Berzy уже рядом, крест имеется, КП здесь приехал. КП 100% забирают, работают на нем, также еще Open Bounce. Отправляются в таверну, сейчас становится 1-1, преимущество по золоту не имеется вообще никакого, но тролль фармит. Тролль фармит, тролль также сейчас будет пытаться забирать таву, раскрутили топоры, работает, конечно, Фэршторм, но Фэршторм не спасает никаким образом андерлорда, это просто так уже откинуть, немного помешать Муге, пробить оппонентов, и отправиться в таверну благополучно. Ну, в итоге 2-1, и, кстати, андерлорда уже забирают дважды на верхней линии, так что тролль-варлорд себя чувствует здесь прекрасно, у него 42 крипа, у него имеется фейз, рингфак вилла, 250 золота сверху, и шестой уровень он уже свой получил, и, кстати, с помощью него, наверное, сейчас с ультимейтом они и смогли справиться с этим героем, и на таву снова выходят, трое героев, отличный импейл, дальше тролль-варлорд, ультимейт вновь, и тава никуда не уходит. Томинус герой, правда, в это время приходит Лишрак, также Кунка, есть Крест, Торрент попадает, Муге, проблемы, и вот он, тот стана Дастера, который должен был попадать, и контроли немерено в этого героя влетает. Да, ретируется все же Фейт и КК, уже потихонечку должны, должны перемещаться на другие линии, никаким образом не должен простаивать этот Никс Ассасин, сейчас третий уровень имеется, второй уровень импейла, и чекает руны, чекает руны, если найти какой-нибудь инвиз, в принципе, можно будет очень даже неплохо залететь. Внизу продолжает ЧФН фармить, ему никаким образом не помешаешь, на восьмой минуте имеет 47 крипов, в то время как Тролль Варлорд также довольно-таки неплохо устроился, у него 46 крипов имеется, да также еще и 3 асиста. Да, ну, по фрагам хорошо поднялся, мне кажется, что Нитворс Тролля сейчас будет немного побольше, нежели у Лайфстилера, там в это время, посмотри, еще делаются стаки для Темпларки, значит, крипы сейчас в 3 уже застаканы, ну и в итоге Темпларка вроде отправляется их уже в фарм, или нет, пока что, да, нафармит обычный лес, но, видимо, не хватает пока что денег. Ну, еще раз стакнет, я так понимаю, все же смотрел о фишке от Несса. А, по таймингу? Да, 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 нет, нет, ну, уже тайминг прошел, да, слишком долго. Проблема у Кингерди, Кингерди цепляет, Кингерди, конечно, должен здесь догорать, но нет, есть Днай, отличный от Вихи. Успел, успел. Подойти, но вот видишь, опять же, делал бы стаки или еще что-то там фармил, он не успел помочь своему тиммейту, но избавить его от того, что он дается команде врага, это уже неплохо. В итоге у нас 3-2, 5 фрагов, девятая минута, и вот сейчас Эмплар Ассасин отправляется фармить этих крипов. Она просто потихоньку начинает тэпать свои ловушки, замедлять и неплохо пробивать все блэкдами. Ну, у нее пока только ПТ-ринков Аквил, она очень больно получает от этих крипов, но, в принципе, крипы ее очень редко достигают. Что же у нас там сейчас по линиям на топе? Собирается три игрока команды Пейн, это та у меня скунка здесь же находится также вместе. Еще есть Лишаком, и Муги попытаются забрать, но Муги, кажется, все прекрасно сейчас прочувствовал и отходит отсюда. Ну, там, кстати, варт имеется у команды Дайер за Т1-вышкой команды Рейзиант на топе, поэтому здесь тролль Варлорд, конечно же, был осведомлен тем, что на него начинается такой вот выход. Ну, а ШФН продолжает фармить, ему ничего, ничего и никто не мешает, он занимается этим свободно. Заходит за спину оппонентом, но Квинов Пейн отсюда уже ретировалась, КК, что же ты делаешь? Еще возвращают на крест. Как же нагло. Есть также еще и трэпа, ну и виха просто подходят, начинают разматывать. Ну, а что делает Никс Ассасин, я не понимаю. Они не скоординировали свои действия вместе с С-Трипл Си. Кстати, довольно-таки часто такое происходило, еще и вчера. КК довольно плохо смотрится на фоне остальных в команде Ньюби, с другой стороны, все же. Система турниров в ДОТ в Апросе Оркет не позволяет тебе кикнуть игрока и поехать на Интернешнл. Да, кстати, что у нас по золоту? Давай посмотрим уже Нетворс и команд, насколько хорошо выделяются все-таки у нас именно коры. Ну, тут, кстати, в это время сейчас уже на Лайсстиллер увеличит свой Нетворс, нападает на Кипи, но и Ньюби, похоже, теряет своего Сэн Кинга, хотя подожди, лол, хп, но инфест бомба, какая же тайминговая, все-таки прям в ролл-страйке взрывает Сэн Кинга, зарабатывает четвертый фраг для своей команды, и Лайсстиллер уходит в Топный Творс, и там в это время еще и Темпларка сейчас будет проседать очень сильно, правда, ее все равно забрать, наверное, не получится, она еще на развороте. Он не боится вообще ничего, Виха прожимает очередной раз мелд, начинает пробивать Фейта, но приходит Муге, рефракшн только через две секунды отправляется в Таверну, и Кингарди также здесь получает подстан, отправляется за Темплар Ассасин, да, вот, также должен пытаться уйти хоть каким-то образом, но наверняка его здесь Баш, Баш, еще, ну, ну, ну что это, ну хорошо, он добивает все-таки, но это, знаешь, это забайчено. Никс Ассасин бегает просто на ЛУХП, крутит игроков команды Бэйн Гейминг, и Ньюби очень своевременно возвращает сюда, то есть у нас здесь отлично сейчас улетел все-таки СТрипл Си, помог своей команде, тролль Варлорд подоспел, но команда Бэйн Гейминг, конечно, дали слишком много времени Ньюби для того, чтобы они здесь восстановили силы, просто-напросто скайперировались и дали отпор Бэйн, ну, вот так и получилось. Там вот это время... Цепляет Муги, Муги получает корабль, торрент, и Муги, скорее всего, будет здесь умирать, у тебя кастуют и по аут, успеет лид, демиджа от ИНЧФ, на них хватает. Что это было? Ну, красиво. Тайминг, тайминг. Ну, опять же, потратили крест, торрент, корабль, и у Лайфстилера нет инфестбомбы, которую можно было сейчас добивать этого тролля. И вот, ну, зачем так много контроля, если тролль-варлорд уже, в принципе, по артефактам, ну, неплохо себя чувствует. То есть он и по статам выходит, и сейчас... Ой, я не знаю, ну, и армора много. Посмотрим, конечно, что-то будет дальше. Потому что тролль-варлорд, в принципе, способен выиграть игру почти что в соло, если нафармить себе артефакты. Купить БКБ, купить Блинк, купить еще какой-то демидж, и просто-напросто нападать на команду Бэйн. Лайфстилер один на один против тролля, ну, ну, он способен, но опять же, там МКБ появится, появится БКБшка, и все. Ну, тролль-варлорд просто забашит Лайфстилера, и на этом игра закончится. Ну, пока просто не то, да. Пока, действительно, не хватает уже демиджа у Лайфстилера, он делает себя Радиенс, Радиенс появится уже очень скоро, и, в принципе, после этого уже HFN будет навязывать какие-то спраки. Появляются, приходится, как артефакты, просто у Пейнт Гейминг. Вот появился номинатор на Андерлорде, может начинать... На топе, посмотри, сейчас все-таки Лайфстилера пасут, и могут сейчас дать МПЛ, попытаться его забрать. МПЛ... Ну, зачем? Ну, Виндет... Ну, хотя, может быть, и демиджа не хватило, но, опять же, выходить у Лайфстилера, начиная с Виндетты, не очень хорошая идея. Рейдж, и все, и ты уходишь. Ну, это такое, да, да. Здесь действительно можно было бы попытаться так. Ну, с другой стороны, у тебя просто демиджа не хватит, если ты тычку с Виндетт не навесешь. Тут уже стоило надеться, скажем так, на долю случая. Ну, ничего, Фэн, просто фармит лес, просто доделывает себе Сакрит Релик, до Сакрит Релика осталось 600 голды, нужно его по-быстрому выфармить, сделать себе рецепт, и после этого уже абсолютно спокойно подпушивать линии, ходить, фармить лес, Смоук от Ньюби. Первая вылазка. Ну, они могут сейчас выйти, опять же, на Темплар Ассасин в центре, потому что ее могут же спасти кун, который находится рядом, или они находятся на Рошане. Но Тролл Варлорд в принципе способен. Там еще находится Сэн Кинг у них на посеве. Сейчас будет встреча. Дастера подцепили сразу же МПЛ, но Дастера очень быстро убили на Саппорт пятой позиции. Чефэн, конечно, не подставляется в эту ситуацию. Кастовался туда телепорт также еще и от Андерлорда, но... От Кунки. От Кунки, но в итоге телепорт действительно отменен. У Чефэна проблем нет, Саппорт и пятой позиции отдать можно. Но Рошан, Рошана очень быстро могут забирать. Ньюби очень рано могут начинать это делать и контестить его прямо-таки на 14-й минуте. У нас тут, кстати, сейчас на Рошана все-таки вышли. Получается так, что... Ну, Муги... Вот опять же, они забрали одного героя, заставили сделать телепорт, его отменили, Лайфстиллер тоже отошел и команды Пейн, ну, попытаются сейчас выйти на этого Рошана. Есть крест, есть также сейчас молния от Лишрака, запускается корабль, но корабль попадет просто в ноль. Он залетел в ничью бухту, в итоге начинается драка, сейчас есть отличный Сэн Кинг подкоп, есть также... Еще и Соник Вейв, боже мой, они забрали Лишрака, должны сейчас забрать еще и Курпо. А вот, отправляться в таверну просто вытирание команды из пяти мужчин. Пейн должен отправляться, точнее, ЧФН должен отправляться в таверну. Пейн критически проиграли эту дураку. Абсолютно не тот врыв, который хотелось бы от них увидеть. Они заходят слишком поздно, корабль в никого залетает. Зачем это было? Корабль просто-напросто залетает именно вот в начало Рушпита, хотя тролль-варлорд бьет этого Рошена в самом краю. И никого больше не было. С одной стороны, можно понять, чего примерно хотели сделать Пейн. Они хотели под кораблем подраться после корабля, прям вот, чтобы чуть меньше дэмджа получать за счет его бафа и так далее, так далее, так далее. Но нечем драться не имеется до сих пор у лайфстилера Радианса. И сейчас он уже показывает нам следующие артефакты. Это Нулифайер Нулифайер, Радик, может быть, он сейчас соберет сразу Нулифайер, хотя... Ну, я не знаю. Нулифайер понадобится 100% против тролль-варлорда и этим артефактам не стоит бритковать. То есть, тут действительно нужно что-то придумать. Так, Побкоп, отлично, Кубларку и... Ну, ее забрали. Хотя, торрент... Неплохо. Корабль по-троим. Дальше что-нибудь бы сюда подзалить. Фаершторм только через 3 секунды. Тена находится под Питов Мелис. Как же долго здесь держит игроков команды Ньюби. Ньюби возвращает также Муги. Муги отхиливается и сейчас еще и на развороте попытается навалять Кингарди. Кингарди получает МПЛ. Кингарди 100% здесь не жилец. СТЦС врывается, но СТЦС у них его уже нету. Так что дальше команда Ньюби просто продолжит пушить. Пока очень хорошо передвигается по карте Ньюби. Действительно, смотрим файт рекап. Видим, что 1000 единиц золота Ньюби за этот файт выигрывает. 2000 преимущества по золоту уже имеется на 16 минуте. Ньюби играют очень уверенно. Ньюби сейчас просто короли этой карты. Они абсолютно спокойно могут делать все, что угодно. И их пейнт гейминг до появления Рейденс как минимум на Лайвстиллере и после этого любого артефакта на статуе их наказать не могут. Просто невозможно это пока что. Андерлорд пока вообще непонятно зачем пикнут. То есть да, он полезен в некоторых ситуациях в драке просто за счет своих скиллов, но это Андерлорд, который с линии все же золота не вынес. Не, ну подожди. Ну если вспоминать команду Фнатик, опять же их вот эти гениальные перемещения с помощью ультимейта. То есть по сути ультимейт этого Андерлорда может помочь выиграть карту в какой-то момент, когда начнется пуш, когда команда Ньюби отвлечется, когда они уйдут куда-то в другую сторону. То есть по сути да, это основная вот наверное способность Фаершторм и Пит оф Мелли для того, чтобы контролировать. У них сейчас неплохо получилось бы драка на миде. Там и Станат Лишрака залетел по троим, мы Кунка дал отличный корабль с Торрентом и Пит оф Мелли с Фаерштормом. Но этого не хватает. Им нужен еще какой-то дэмэдж с Лайфстиллера, который он будет вносить в это же время. Он должен цеплять какому-нибудь забирать Квину в Пейн, пока ее контролируют, потому что не особо крепкая. Забирать Варлок, чтобы не было Голема, да, чтобы не было эпицентра Аперсен Кинга или Никс Ассасина. Потому что каждый герой команды Ньюби достаточно полезен в файте. Потому что тролль Варлорда слишком много ресурсов нужно потратить. Так что Пейнгейминг нужно брать что-то помягче. У HFN нельзя сейчас умирать, ни в коем случае. Потому что Радианс все еще очень сильно нужен этому персонажу. Так что сейчас подставиться будет вообще самое неприятное, что можно только лишь придумать. Кейпи спрятался в лесах и готов, если вы, что выпрыгнуть на персонажей Пейнгейминг перед дракой. КК. Продолжает следовать за HFN-ом. Его планируют законтестить. Есть импел, но тут уже... Что это было сейчас? Нет, улетели без Лайфстиллера и тролль Варлорд пошел дальше. У Варлока, кстати, имеется ультимейт, но мне кажется, что его и так заберут. Это провал. Какая ошибка! Что это было? Ну, я понимаю, что в принципе Андерлорд посчитал, что Лайфстиллер зайдет в его ультимейт, но там был импел от Никса Сассина, который очень в свое время остановил его. Они бросили рядового Райана просто на произвол судьбы и 14-й фраг для команды Ньюби. И Лайфстиллер опять без Радианса. Ну, очень сильно это сейчас бьет вообще по экономике команды Пейн, потому что Лайфстиллеру просто неоткуда забирать золото. Ему действительно будет очень сложно в этой игре тролль Варлорд уже опережает его на тысячу единиц золота. Хотя, по идее, он этого делать не должен. У него нет никакого нибудь Баттлфьюри, ничего подобного. Просто он фармит быстрее за счет того, что он не отдается своим оппонентам. Ну, здесь просто подстава. Здесь реально Пейн не повезло. Не то, чтобы Андерлорд как-то не доиграл, но, с другой стороны, можно было бы и чуть пораньше как-то к этому Лайфстиллу направиться. В общем, Таво должен провести работу над своей игрой, я считаю, и таких ошибок не допускать. 5-14 счет. Ньюби действительно сейчас продолжает давить по всем линиям, пытается хоть каким-то образом подпушить эти лейны, дабы сломать отердот вра. Ну, и Квин оф Пейн, кстати, покупает себе уже Аганим. Она должна его сейчас себе приносить с Аганим на Квин оф Пейн. Уже, кстати, дэмж был увеличен, в то время поймали. Да, нашли в лесу, просто казнили. Не то, чтобы Таво здесь загулял, просто на него вылазка совершилась опять же от команды Ньюби. И передвигаться сразу же на нижнюю линию, ломать бот, ломать мид и заходить на хэграунд. Вот это план команды Ньюби. Можно будет между этим зайти также еще на Рошан. Тир 2 Тавор пока падает вообще без шансов. Заканчивается, кстати, Аегис на Моге. Ну, мне очень интересно все равно сборка Моги. То есть, знаешь, в основном действительно на Тролле сейчас очень любят собрать БМ для того, чтобы просто-напросто выформить. Но команда Ньюби начала очень агрессивную игру с самого начала и вот как раз Яша и Ринку Факвилла выглядят для этого героя просто великолепно. Они понимают просто, что они могут закончить намного быстрее эту игру и не стоит затягивать в лейт. В лейт им все же у команды Ньюби по пику. Но это, скорее всего, в начале, потому что потом ты посмотри. То, чтобы в начале у них есть стан через БКБ. лайфстиллер, кунка, который соберет себе артефакт на дэмэдж. То есть, понимаешь, кунку не стоит отпускать. Там в это время сейчас Дастер ходит отсюда кейпи слишком поздно подкапывает, но чик сработало. Вот, насчет кунки, который, в принципе, вроде саппорт, да, но никто ему не мешает сейчас взять и собираться в дэмэдж. Это будет третий корр, если игра сильно-сильно затянется. А кто третий корр у команды Ньюби? Кто? Ну, то есть, тролль Варлорд и квапа. Хорошо, но квапа в лейте... Игра настолько сильно 100% не затянется, а пока в файте 5 на 5 просто нету шансов у пейнгейминг за счет того, что имеется эпицентр, есть голем от Варлока, тот же самый Соник Вейв будет влетать постоянно. Ну и тролль Варлорд под своим батлтрендсом все же очень сильно ломает лица пока. Ну, вся надежда на Вихо. Вся надежда на то, что все же его не будут фокусить, что он хоть каким-то образом будет пытаться в драке выживать. Так, начинается небольшой контрольник с Ассасина. Ну, есть у нас тут еще и... Ой-ой-ой, ультимейт прилетает от Эндерлорда. Готовы сражаться с КК. Ну и КК не уйдет отсюда. Он подкопает, конечно, лишь РК. Тролль Варлорда в это время попытается забрать Дастера. Дастер пытается жить. ЛОЛ ХП, БКБ у Муги уже имеется. И Олл начинает пробивать дракона, в котором находится Лайфстиллер. Но, кажется, этого Лайфстиллера уже забьют. И просто-напросто пойдут дальше подцепить Сетава, забрать его, заработать 17-й фраг и продолжать просто бить этого дракона. Но его замедляет. Лайфстиллер должен будет из него сейчас вылезать. И, скорее всего, возможно, на развороте драться, потому что Темпларка здесь есть. Дезолятор у Тролля уже нет. БКБ полезел корабль. Темпларк идет дальше за Муги. Ее подкапывают. И вот тут, кстати, Муги сейчас просто вещей в этом файте. Что вообще происходит? Тут, понятно, команда Пейнт Гейминг пытается нарваться на драку с командой Ньюби, но они не способны сражаться. То есть могут, но не получается. Радик есть в Лайфстиллере, кстати, но опять же тайминг. Слишком большое преимущество. Сейчас уже слишком большим преимуществом завладели игроки команды Ньюби на этой карте. Они слишком хорошо себя чувствуют. Ну, просто не те герои. Не те герои у Пейнт Гейминг, которые могут в данный момент противостоять пику коллектива Ньюби. И за счет стадии Лайнинга все таким образом сошлось. Если бы стадия Лайнинга была сдоминирована командой Пейнт Гейминг, видимо, они на это и рассчитывали, то у Ньюби были бы огромные проблемы, потому что они довольно-таки долгое время, до шестого уровня, точно ничего оппоненту противопоставить не могут. Но сейчас у всех уже имеется левел довольно-таки неплохой. Там Варлок практически 12, и у него скоро появится второй Голем. В это время Пейнт Гейминг пытаются хоть каким-то образом убивать то, что влезает Лайвстиллер в древних крипов и потихонечку ломается Тирадин Тавр на уголовлении. Подцепили Фейта. Фейта нужно пытаться пробить. У него быстро залетает стан. Фейт отправляется в таверну, но у него Голема и так и так не было, но Солар Креста в этом файте не будет, поэтому у Ньюби наверное все же драться не так сильно хочется. Голем бегает, Голем продолжает всех сжечь, продолжает хоть какой-то вижен давать тиммейтам, но и Тирадин Тавр падает. Знаешь, я вспоминаю по счету старого китайского дота. Кстати, КиПи сейчас поднимут в торрент. Идет Лайвстиллер. Ну и, кстати, его, по-моему, насадили на Крест. Есть корабль, есть также инфест-бомба. КиПи никуда отсюда, скорее всего, уже не уходит. Его контролируют. Есть Питов Меллис, откидываются еще и импейлом. Но в итоге Санкинга не спасти. Уходите. Т2-вышка тоже, скорее всего, здесь сейчас будет обречена, потому что продолжает бегать тот самый Лайвстиллер, и они не могут очень сильно просадить эту команду. То есть Лайвстиллер вообще бесконтактный бой ведет. Вот как раз вспоминается первые-первыхые матчи, когда Лайвстиллер только-только получил, так сказать, возможность залезать в аншн-крипов и сразу собирал Радианс. Вот, честно, вот первое после того патча, очень-очень давнего, был тот момент, что Лайвстиллер купил себе Радианс, не помню, кстати, от команды, но залез в аншн-крипов и начал просто бегать по карте. При том, что все были в шоке. Ну, это уже дефолтный билд практически, то есть сейчас уже играют очень давно. Тир-2 Тавр пытаются пробить за счет Диаболика. В Диаболике все же работают по строениям очень хорошо. Тир-2 Тавр падает и пейн! Не оставляйте, не оставляйте никого, пожалуйста. Вылезает от инфеста все же Лайвстиллер и улетели. Да, но они еще дефают нижнюю линию. Т-3 вышка сейчас только-только начинает проседать от крипов, но они ее задефали. Т-2 вышка у них еще имеется на миде на топе. Ну, и также по Т-2 таверам есть у команды Ньюби на боте и на верхней линии, при том, что по вышкам они сейчас сравнялись. Команда Пейнгейминг отлично вышла и преимущества, которые мы говорили, вот в 6 тысяч золота за команду Ньюби на самом деле несущественны. 21-ая минута тогда была, сейчас уже 24-ая, 4 тысячи золота преимущества, при том, что выделяется прямо Нетворсом только Тролль Варлорд, который то идет почти что на одной линии вместе с Темпларкой. Ну, там Лайвстиллер еще один из 600, и он перефармливает Винов Пейн, и Андерлорд вроде как недалеко ушел от Сенкинга и больше по Нетворсу все-таки команда Пейнгейминг встает именно в роли саппортов. Саппорты очень сильно проседают, и вот с этим нужно что-то делать. Хороший скан был от команды Пейнгейминг, правда, сейчас довольно-таки странно, дают они своего совуха, 200 колды для Муги, продолжает, продолжает Тролль Варлорд разгоняться. Ну, они фидят ему, то есть нельзя давать номинатору на крипов вообще. Они подорожали с последним патчем, и это ошибка. 200, 200 золота, 300 золота дается за Медведя Ландруида, и то вы его убьете в два раза больше, а золота почти столько же. Ну, это, конечно же, беда, печаль. Ну что же, ладно, посмотрим. У нас сейчас команда Ньюби начинает дефать центральную линию, просто-напросто зонит крипов, но команда Пейнгейминг вроде отправляет сейчас на верхнюю линию Лайфстилера, который свободно там фармит, потому что ты понимаешь, что там никого нет, вот варды у нас, да, действительно имеются на миде, в Каман и Дайр. Они, кстати, очень часто ставили варды за Т1, на топе стоял вард между Т1 и Т2-вышкой и на миде, они сейчас ставят такие же варды. Ну, они агрессивно играют, да, они ставят действительно агрессивные варды, потом за счет информации с них действительно могут совершать очень хорошие вылазки на коллектив Пейн, ну и Виха. Виха во всеоружии, Виха с БКБшкой, Виха может 10 секунд файта быть практически неуязвимым, этим нужно пользоваться. Ну, Баши-тролля, как сказать неуязвимые? Баш-тролль, тролль-варлод Баши, ты тебя не БКБ, ничего не спасает. Единственное, что ее, может быть, в будущем спасет, это бабочка, которую она, кстати, собирает себе сейчас. Ну, в это время у нас сейчас на миде. Очень быстро сгрызает какая-чф, начинает пробивать муги хоть каким-то образом этого сурового героя, залетает, конечно, еще и корабль, корабль по Никсу отправляется в таверну, но он, но Кингер Диа все еще остается в живых, Баши, конечно, по нему работают, но корабль уже есть, под кораблем драться не хочется, получает огромное количество контроля, муги есть, эпицентр от Кей-Пи, переворачивают эту драку, Ньюби пытается, во всяком случае, сделать хоть что-то, но это уже размен, один-два, тролль умирает, и пока противопоставить ничего не получается. Фейт, Фейт получает супермного дэмэджа от Вихи, Виха совершает двойное убийство. Дабл килл, Виха, что жирные герои команды Пейн единственного, кого потеряли они, это был Конка, которого бил тролль, били все остальные тиммейты, пытались на нему очень много дэмэджа нести, тролль варлорт нанес колоссальное количество урона, но этого дэмэджа не хватило, чтобы просто-напросто избавиться от Конки, они забирают Рошан, направляются на нижнюю линию, где встретят сейчас еще и Сэн Кинга, который, кстати, может подставиться, но он пытается, кстати, а, это Кин оф Пейн, это не Сэн Кин, да, это Кин оф Пейн, но он выходит отсюда на телепорте, есть Аганим, есть Штолблейд, есть ПТ, и выходит, он дальше ворчит с Сильвер Рейдж. Какие файты? Они шли просто-напросто на хайграунд, поднимаясь, при этом снова разъединены, варлок был где-то далеко, не мог дать голема именно в файте под тролля, и он дает его просто на отмашку к тому моменту, когда на них уже начали нападать. Им нужно было просто текать оттуда, но они остались, сражались, и в итоге погибли втроем. Команда Ньюби, что с ними произошло? Что с ними произошло? Ньюби просто подставили тролль варлорда, его нечем засейвить, и отлично отыграли Пейн гейминг, там Виха все же этого персонажа пробивает минус армора, огромное количество, тир 2 тавр должен сейчас падать, и такими темпами Пейн даже могут позариться на тир 3, и они действительно смогут это сделать, потому что у них имеется сыра Егис, тир 3 тавр, тир 3 тавр под минус армором, тир 3 тавр, который падает очень быстро, залетает Соник, Вейф пытается подкопать Виху, Виху нужно убивать 100% в БКБшку, он пока что прожать не успевает, но Бенкеймбар, конечно же, сейчас будет корабль, залетает только лишь по одному Муги и тот в БКБ, хотелось бы сейчас, чтобы он попал по троим, но нет, этого не происходит, Виха идет дальше, Виха понимает, что под БКБшку он все еще не вызовем, начинает пробивать Муги, Муги очень быстро высыпается, КК все еще живет, они все способности потратили в рефракшн Тэмпларке, ей даже БКБ не нужен в тот момент, но ничего не сделает, он никого не пробьет, у него нет демеджа, он погибает, у него есть байбэк, идут дальше, должны забрать сейчас Никса Сассина, пошел Юл, есть также еще Соник Вейв, забирает Никса Сассина, продолжает идти, Лайфсилер забирает, Варлок и продолжается драка, Виха живет на УХП, погибает сейчас, погибает также Лишрак Сэнкинг, все еще жив, но у него очень мало ХП после байбэка, он отправляется в таверну вновь, и это минус 5, считая байбэк Сэнкинга, к Мин оф Пейн, единственный герой, который остается сейчас в живых, и ультимейт прожимает сейчас Underlord, улетает на верхнюю линию, чтобы задепать, что происходит, 1228 золота команды Пейн, они переворачивают игру, они зарабатывают преимущество по золоту, они ломают нижнюю линию, и сейчас за ними, ну, 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 и за ними карта почти что, они могут сейчас эту игру забрать буквально минут за 5-10, ну, может, меньше даже. Очень большое преимущество сейчас, действительно, по итогу этой драки получили. У них подлушивается нижняя линия, они абсолютно спокойно себя чувствуют на этой карте, в плане того, чтобы Лайфстилера все равно выцепить не получается. У Лайфстилера имеется Аегис. Аегис будет работать еще довольно-таки долго, так что можно будет позариться еще и на Тир-2 Тавер, на верхней линии, также можно будет попытаться зайти еще и на хейграунд к оппоненту очередной раз. С-Трипл-С пытается в это время доделать себе Оркит, но Оркит появится довольно-таки поздно. Оркит у Квин оф Пейн неимоверно поздний, действительно, Шидоу Блейд сейчас появился, точнее, Шидоу Блейд после Аганима все же потихонечку должен появляться для того, чтобы сбивать пассивы, для того, чтобы выключать пассивы Ундерлорда как минимум за счет того, что против Тролян работает очень-очень хорошо. Ну и HFM загрызается уже в гир-2 вышку на верхней линии. Тастер со своими диаболиками продолжает пушить. Ты посмотри, Лайфстиллер собирается с Энжин Яшу, но у Тэва, кстати, по-моему, имеется уже Кримсон Гвард, если не ошибаюсь, хотелось бы посмотреть на это дело, потому что я как-то видел, что он его собирал. Да, Кримса есть, из Кудоу Дефайнс, появляется в скором времени Пайп, и что они будут делать? Они реально, они не могли пробить темп-ларку, они все влетали в рефракшн, в какое-то время Лайфстиллера, увидели, немножко зацепили, куча контроля, но что, половину хп только снесли, и это еще Аигис. Аигис будет работать очень хорошо, может насалясь в любой момент в крипа и отрагенит себя все хитпоинты, но инфес, наверное, тратить не хочется. Решили пока отойти, решили не драться на хэкграунде за счет того, что там имеется голем, скоро откатится ульту Квин оф Пейн, и драка здесь явно не в пользу команды Пейнгейминг. Это не та позиция, в которой хочется этот файт принимать. С другой стороны, сейчас действительно можно будет на круаже попытаться эту дураку провести, хоть каким-то образом все это дело использовать, но пока реализует Аигис пассивно. Пока HFN просто решил постакать крипов, немного возможно это все дело потом законтестить, подфармить. Ну, а саппорты никуда отсюда не уходят, им продолжают этих крипов пробивать. Да, ну, кстати, он сейчас заходит на хэкграунд. Вообще, можно было сыграть от минуса какого-то по команде Ньюби, потому что там по байбекам, кстати, можно посмотреть сейчас, что по байбекам есть у Ньюби, и байбеки у нас Queen of Pain, и все... А, ну и Никс Ассасин. Два байбека. Два на два, кстати, потому что Кунка месяц или Шаком умеет байбеку Камды Пэйн. Ну, там, кстати, у Лайфстилера байбек в скором времени появится, у Санкинга байбека не будет, потому что он байбекался в предыдущем файте. И Лайфстилер просто заходит, ломает понемногу Т-3 вышку, и он сейчас будет также продолжать это дело. Он будет приходить, откусывать, уходить. И, скорее всего, так и будет продолжаться пользу Камуд Пэйн Гейминг. Ну, вот смотри, то есть Лайфстилеру сейчас практически ничего не нужно. МКБ у Троли не появилось, там слишком много месов. У Лайфстилера 20 уровня, это еще плюс 20% месов. Радик, Сулар Криес, 20%, ну, я не знаю, его просто не пробьют. Рейдж, месы, все. Он неуязвим. И теперь он еще в инфест-бомб. Инфест-бомба, крип, все, пошел бить крипов, бить вышку. Да, с этим, безусловно, нужно что-то делать, причем стоит учитывать, что у Муги также баши не работают. Точнее, не работали, наверное, в прошлом патче, когда месуют. А, кстати, МКБ он все-таки себе собирает. Смотри, МКБ у него появляется только-только-только-только что, там в это время контролируют КАК, заходит небольшая махраперка древнего дракона, ну, и в итоге Т-3 вышка падает по чуть-чуть. Да, Тавр горит, Тавр уже потерял больше 800 хитпоинтов, и Аигасу еще имеется. Аигас, кстати говоря, нет, Аигас должен уже заканчиваться. Аигас закончился, Лайфстиллер больше не имеет две жизни. Но нужно пытаться камбетчить Ньюби на следующем Рошане. Они к этому готовы, они должны не скинуть Голема, всячески пытались Пейн разводить на ультимативную способность этого Варлока, но пока сделать ничего не получилось. Пока Голем имеется, все благополучно можно будет пытаться устроить. Используется Смоук, Ньюби. Неужели пойдут в атаку? Кингардия. Кингардия рядом, Кингардия нужно цеплять 100%, если прямо сейчас увидят, потому что это персонаж, который все же может очень-очень хорошо пробить, точнее выцепить того же самого Мунги, и именно за счет Кунки зачастую тролль Варлорда и цепляют, но Блэк Кимбар не прожмет. Не, нападающий с его Глимер Кейпом бы бесполезно. Проблема в том, что нельзя сейчас дать себя развести на Голема, нельзя развести себя на Блэк Кимбар, просто потому что следующий Рошан будет очень важен. Пейн собирается, и они готовы выходить. Там сейчас приходит Владимир для Лишака и приходит также Пайп для Андерлорда и пошел Драка. Вгрызается, пытается пробить хоть каким-то образом, работает Соллар Триест, Тава откидывается, Фэршторм, залетает также еще и стан по Муги, но Муги никто не бьет, Муги остается в живых, у него есть еще Блэк Кимбар, сейчас ТАТи порегенится, горит, кстати, очень сильно горит от трэпы, но не хватило дэмжа совсем немного. КП пытался застанить Айши Фэна, Тир-3 Тавр будут бить Айши Фэна, пробивать все еще очень-очень проблематично, Тир-3 падает весьма-весьма быстро, ну и осталась нетронутой только лишь одна сторона у команды Ньюби, и то там Тир-3 пробит больше, чем наполовину ХП. Но там сейчас будет еще один заход, они готовятся, они не уходят далеко, они сейчас просто немного подфармят крипов, ждут еще одну пачку крипов команды Радиан и будут заходить. Лайфсилер готов дальше. Очень много дэмэджа, дезолятор, темпларки, плюс, конечно, те самые диаполики в вышке рассыпаются в секунды, то есть дайте немного времени команде Payne Gaming, они за полторы минуты сломают вам базу, тут в то время начинается драка, пошел големенец, также Sonic Wave, но КК получает слишком, много дэмэджа, корабль залетает по двум героям, Муги к контролю находится, прожимает БКБ, погибает, у него нет байбэка, Никс Ассасин также отправляется на него байбэк, есть и вот, вот, те самые минуты, те самые даже меньше минуты, которые потребуются для того, чтобы сделать мега-крипов для команды Payne Gaming и закончить эту карту. У него сейчас очень затруднительная ситуация, без тролль варлорда дефать практически невозможно, 50 секунд придется играть вчетвером и что, что ты сделаешь вчетвером, как пробить ИЧ Фэна, пока что вообще загадка, на которую нету ответа, СТРИПЛСи попытался блинкануться, но СТРИПЛСи, СТРИПЛСи должен сейчас умереть такими темпами, это минус Queen of Payne. Сразу байбэк и гудгейм. Да, мега-крипов не довели и оставили вот так вот 20-20, 35 минут, 25 секунд и команда Payne Gaming выигрывает первую карту у Ньюби. Это что-то похоже на ВП. Они выиграли первую карту в ВП, может быть Ньюби соберутся и покажут, ну опять же, две карты в пользу своей команды, либо Payne, ну вот, допьют до конца и, ну, я не знаю, Ньюби просто-напросто, ну, 0.6кк, 5.1, 10, СТРИПЛСи, он хорош, он всегда был хорош, он является лучшим, мне кажется, мизером. Самый узнаваемый игрок из Китая, на секундочку. Да, да, ну вот, а тут и Payne Gaming в бразильце прилетают и просто таща, и это минус Ньюби. Ну, не, ну серьезно, ну что это? Там считай, ну они взяли реально крепких героев, Кунка, Тава и Лайфстиллер, их не пробить, Лайфстиллера вообще нужно отправлять в бан, я об этом говорил, но они его не отправляют. Андерлорд, пассивка минусует дэмэдж от Ралю Варлорда, да, то есть он этого Лайфстиллера вообще не пробивал, он Кунку-то толком не пробивал. Да, Лайфстиллер все-таки дали разогнаться, но мы вспомним, что был на стадии лейнинга, как Лайфстиллер умер, наверное, три раза до того, как получил Радик, но все же не смогли с ним совладать Ньюби, прекрасно понимали, как против этого героя нужно отыгрывать в итоге. Ну, отдавались в файтах, отдали преимущество оппоненту, ну а это значит, что будет вторая и вполне возможно еще третья карта данного небольшая рекламно-музыкальная пауза.